Привет, с вами Джамбу Макс и сегодня мы поговорим о том, что нам возможно покажут на скорой презентации Xbox. В этот раз я не стал записывать видео за месяц до шоу и решил немножко подождать, чтобы всю вышедшую информацию озвучить разом, тем самым сделав ролик насыщенным и интересным. Поэтому перед началом видеоролика, как всегда, не стесняйтесь прожимать лайкусик за мои старания и подписываться на канал. Начну с самого главного. 12 числа в 20.00 по Москве пройдет та самая презентация Xbox'а, в которой должны будут показать новинки или уже анонсированные игры, но уже подробнее, с геймплеем, с датой релиза и так далее. В общем, данная презентация это некая презентация, которая всегда проходила на E3, но из-за того, что данного мероприятия в этом году нет, Xbox решил провести свою отдельную трансляцию. Мы эту трансляцию будем смотреть с вами вместе на этом канале, поэтому, чтобы не пропустить, поставьте колокольчик на канал или там заметку в календарике и приходи в это воскресенье, чтобы посмотреть все это с нами. Также Microsoft проведет презентацию и 14 числа, где будет общение с разработчиками и, возможно, будет больше кадров каких-нибудь игр. Но будем ли мы это смотреть, это, конечно, под вопросом, поскольку вторая презентация, она чаще всего скучнее. Но именно сегодня мы поговорим о слухах и о том, что вероятнее всего нам покажут. Поэтому не относитесь к данной информации как 100%, просто держите в уме. Поскольку предыдущие шоу Microsoft подвергались критике за счет небольшого показа геймплея, в этот раз команда об этом позаботится и, по их словам, показанного геймплея станет намного больше. Ну как много, если в том году почти геймплея не было, то в этом хотя бы парочку игр там 100% покажут. Итак, что же будет на этой презентации? С большей вероятностью я бы даже предположил, что 99,9% нам должны показать геймплей Старфилда. Хотя тут даже, наверное, не должны, а обязаны, поскольку игра должна была выйти в этом году, но про нее все еще мало что известно. То есть Старфилд интересен многим, многие его ждут, но как бы смешно это ни звучало, его еще никто толком-то и не видел. И каким он будет, пока вопрос. Но то, что его покажут на презентации, это почти факт. Возможно, нас ожидает геймплей No Way For The Motorsport, которая была уже анонсирована 2 года назад. Насколько я знаю, некоторые ребята ее уже тестируют, и были слухи, что она также выйдет и на Xbox One, что в целом приятно для обладателей старого поколения, но в то же время неприятно обладателям нового, поскольку в последнее время, благодаря как раз таки старому поколению, мы типа не можем увидеть тот самый Next Gen. Должны показать Redfall, тоже гейплей, поскольку CGI ролик мы смотрели в прошлом году, и там не особо понятно, какая игра будет в итоге, и проблема вообще CGI роликов заключается в том, что они мало дают представления об игре. 9 числа мы, кстати, с вами уже подытожили это путем игры Чужой, да и Redfall это подтвердил, поскольку в сеть просачивались скриншоты данного проекта, и что-то как-то после них на проект уже не особо интересно посмотреть. Мне почему-то кажется, что это будет некий Лефодет со своими фишками. Также сети ставят ставки о том, что покажет Evowed, некая фэнтези от первого лица, в котором мы видели пару кадров. Тоже мало что известно о проекте, но мне почему-то кажется, что его появление будет 50 на 50, так же как и новый геймплей Hellblade 2. Насколько мне известно, его могут выкатить под скорую руку в этом году, но я очень надеюсь, что этого не произойдет. И глядя на прошлогодние геймплеи, мне кажется, что Hellblade это будет первой такой негазгенной игрой, которая больше будет показывать красоту графики, нежели геймплейных механик. Но, как по мне, такие игры тоже нужны. Помимо этого, возможно, будет показан новый проект от Obsidian, который будет похож на игру Disco Alessium. И некий проект с кодовым названием Project Shaolin. Не знаю, что он из себя представляет, но последнее слово, хотелось бы, чтобы означало либо некий файтинг на четырех игроков на прохождение, либо же возрождение легендарной серии Mortal Kombat Shaolin Monks. Понимаю, что это маловероятно, но мечтать не вредно. В любом случае, хотелось бы видеть что-то про боевые искусства от Microsoft в стиле Sifu. Скорее всего, не обойдется в этом шоу и без переизданий, одной из которых, вероятнее всего, Gears of War Marcus Fenix Collection, которая будет содержать первые три части. Как по мне, это делается для того, чтобы ПК-игроки как раз-таки прошли вторую и третью. Если это будет HD-ремастер, я отнесусь очень равнодушно. Если ремейк, то, может быть, и перепройду. Также, возможно, будет игра про Агента 007, но там, исходя из скриншотов, нас ожидает не ремейк, а все же HD-переиздание. Не знаю, кто этому рад, но я тут точно останусь чисто без эмоций. Кстати, о The Coalition. Они трудятся над новым проектом и, возможно, зажидает некий трейлер. Может быть, тизер Gear 6, кстати, очень надеюсь на это. А вот на геймплей я рассчитываю, пожалуй, на проект контрабанды. Есть, кстати, подтверждение, что эта игра появится на Е3 и, кроме как геймплея, я от нее по большей степени ничего и не жду. Ходились слухи, что она в этом году все-таки может выйти, но тут поживем и увидим. Напомню, что игра представляет собой некий проект, ориентированный на грабеж, включающий мультиплеер. Мол, вам надо будет что-то там спланировать, либо там переходить, найти какую-то добычу. И попутно на карте будут встречаться реальные игроки, которые могут у вас что-то там отобрать, что вы там украли. И мне почему-то кажется, что эта игра будет напоминать нам Sea of Seas, но только на наземном транспорте. Также говорят, что будет некий новый Майнкрафт в виде стратегии в реальном мире, но это тоже не факт. Понятное дело, что нас ожидает, скорее всего, геймплей с корной или дата релиза, что-то он реально долго выходит. Возможно, будет представлен новый Вольфенштейн или, как бы сказал, обзорщик Виталий. Вот немцы. Вольфенштейн. И, конечно же, нас ждут сюрпризы и анонсы в подписке к геймпасс. Не знаю когда, но, по слухам, нам должны объявить о двух вещах. Первое, это, скорее всего, семейная подписка, которая будет в себя включать аж до пяти одновременных пользователей. И не удивляйтесь, что количество семей из парней резко возрастет для статистики Майкрософт. Ну а второе, скорее всего, будет некий сюрприз, что, вероятнее всего, добавят какую-нибудь хайп-игру. У меня есть предположение, что в подписку зайдет либо Киберпанк, либо Дэйн Клайд 2, либо же новые игры от сторонних разработчиков, по типу Рыцаря Архама или нового Сенс Роу. Мечтать, конечно, не вредно и вообще, если угадать, то я на стриме просто офигею. Также, конечно, на презентации могли бы рассказать про демо-версии в подписке, но об этом уже рассказывали. И данная тема будет, по сути, аналогично программы, как у Sony. Типа, берешь подписку и будут еще некоторые демо-версии. И, если честно, теперь я не понимаю прикола. Поскольку демо это должно было быть всегда бесплатно, но когда оно становится платным у всех, под видом бесплатным, это как-то странно. Возможно, упомянут такие игры, как Сталкер, Atomic Heard, Final Fantasy VII Remake, Persona 5 и, возможно, две последних из них также попадут в подписку. Также не исключено, что майки могут купить еще кого-нибудь, но мне кажется, что лучше все-таки пока довести сделку Activision Blizzard до конца, нежели покупать кого-то еще, а то мало ли что-то выйдет не так. Возможно, поделится с нами новая информация The Outer Worlds 2. Ну а что касаемо новой Fable, Индианы Джонса, State of Decay 3 и Perfect Dark, то эти проекты, исходя по слухам, далеки от даты выхода. И их показ на презентации маловероятен, поскольку того же Fable, насколько я знаю, не все так гладко, как и у Perfect Dark, но так или иначе информацию о них было бы прикольно увидеть. Также нас, возможно, ожидает показ игры с такими вот кодовыми названиями, но что они из себя представляют, лучше все-таки узнать на самой презентации, чтобы не тыкать пальцем в небо. В целом прогнозы выглядят довольно-таки многообещающими, ибо по списку можно увидеть несколько AAA-проектов, и исходя из того, что у Microsoft их не было давно, можно сказать, что это логичное развитие ситуации. Но если смотреть объективно, что-то слишком хороший список на показ, особенно если неизвестные проекты окажутся с хорошей графической составляющей, и мне почему-то кажется, что либо нас помимо геймплея все-таки ждут еще одни CGI-ролики, если проекты будут крупные, там, объявят примерную дату. Но показывать полноценный геймплей игр с кодовым названием, мне кажется, чересчур как-то быстро. Или, мне кажется, проекты будут не особо высокого класса, но их там будет много, ну а-ля, что нам показали, к примеру, на том же XO. Я в этом же случае, наверное, наедиться ни на что не хочу, чтобы после просмотра презентации не расстраиваться, буду сидеть чисто с опустошенной головой, ибо много раз было такое, что я накручивал себе какие-то там ожидания, а потом не получал их и ловил грустинку. И поэтому я вам настоятельно рекомендую не ожидать чего-то масштабного, чтобы просто не расстраиваться. Просто если вы ничего не ожидаете, а тебе выкатывает некая вау, эмоций вы получите намного больше. В общем, это, пожалуй, все слухи про презентацию, если я вдруг что-то забыл, напишите об этом в комментариях. И еще раз напомню, что она будет 12-го числа, то есть, по сути, завтра в 20.00 по Москве. Напоминаю, что мы будем это все стримить, поэтому приходите на этот канал, будем вместе все смотреть. Короче, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и большое спасибо за просмотр. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok